Картинка сегодняшнего Нью-Йорка это парковочные места, превращающиеся в уличные столики. И такое сейчас происходит во всех районах города. С парковкой и так на Манхэттене все не слава богу. Так еще сейчас, благодаря тому, что мы вошли в очередную фазу открытия бизнеса и экономики, все больше заведений, чтобы выжить, начинают делать уличные площадки. Используя для этого пространство, которое отведено для парковки машин. Ну вот улица, очень оживленная, в плане заведений питейных. Сейчас потихонечку, хотя тоже на самом деле далеко не все открылись, но большинство уже заведений открылось. Столики стоят на улице, где-то просто на тротуаре, где-то начинают выгораживать такие пространства и народ сидит. Иногда, кстати, выглядит достаточно стрёмно, потому что машина едет в сантиметры просто от стола с выпивающими и кушащими. Ну вот здесь уже, видите, как-то обустроились. А впереди очередной ресторан. Вот он нанял мексиканцев, которые сружают. Каждый делает по-своему. Кто-то цветочками отгораживается, кто-то чуть ли не бетонными блоками. Вот здесь вот ребята строят такой двойной забор. Внутрь часто засыпают что-то типа щебенки, чтобы сделать сооружение хоть сколько-нибудь защитно. Что, наверное, правильно. Ну, в общем, сегодняшний тренд это люди вылезли на улицы. Я не только не понимаю власти и города, они начали перекрывать улицы. Достаточно много перекрыли уже, сделав исключительно пешеходными. Но вот эту улицу можно было бы сделать пешеходной легко здесь. От того, что здесь не будут ездить машины, никто не выиграет. Точнее, никто не проиграет, все только выиграет. Но вот почему-то здесь этого не делается. Хотя куча ресторанов, и для них как раз это было бы очень-очень актуально. Вот особенно в таких районах, я сейчас вошел в Сохо. Тут просто все улицы становятся такими уличными ресторанами. Что на самом деле клево. Так сидеть гораздо лучше. Единственное, что проблему я вижу в этом во всем. Время работы заведений у многих допоздна. Здесь живут люди. Но под окнами у вас народ выпивает, отдыхает и бухает. Ну, как вы понимаете, где народ, там и шум. Поэтому думаю, что количество жалоб, связанных с шумом, оно будет увеличиваться. Справа столики, впереди столики, слева столики. Столики всюду. Причем в некоторых заведениях людей много, но в некоторых, как вы видите, никого нет. Причем требования, что все должны быть в масках, все должны, типа, опускать маску только на время того, как жуете или глотаете, или воду пьете. Ну, совершенно идиотские требования, на мой взгляд, невыполнимые совсем. Но никто их, конечно, не соблюдает. Все сидят прекрасно, все без масок. Никаких шести фитов между столиками тоже не видно. В общем, все как было, только не внутри, а на улице. В чем-то даже прикольно. Что-то в этом даже есть такое. Тут же продолжается рисование. Художники продолжают украшать стены Сохо. Все заведения, которые еще не открылись. Естественно, грузовик на улице Сохо. Иду, смотрю, какие-то буквки знакомые. Упс. Интересно, они увозят или привезли? Но как грузовик же не просто так. Это просто люди покидают гостеприимный Сохо. Люди решили уехать из Сохо, потому что они поняли, что жить в Сохо уже как-то не так привлекательно, как раньше. Это мувинговая компания, которая перевозит в какой-то, видимо, другой штат. Представляете, сколько вещей у человека, если он целый тракси заказал откуда-нибудь из этого дома, с квартирки, за пару-тройку миллионов долларов. Ну что, жизнь налаживается. Apple Store уже открылся, уже очередь на входе стоит за айфонами. Без айфонов-то жизнь, сами понимаете. Не та. Ralph Lauren уже открыт, уже в магазине. Горит свет. И в Louis Vuitton я уже видел внутри покупателей. Я видел людей, не знаю, покупатели они или нет, но, наверное, тоже, типа, забирают покупки на выходе. Ну вот, персонал уже по магазину ходит. Две недели назад заколачивали железом. Вот какой здесь мир переменчивый у нас. Еще стали возвращаться художники со своими работами. Особенно сейчас много закрытых магазинов. Спасибо, что шумишь мне в камеру. Человек на Реме. И стали продавать свои уличные работы. Тут все сохо в одной картинке. И магазин Prada, который открылся и работает. И человек, который красит террасу уличную. Кафе, которое находится внизу. И люди внутри Prada. Чуть не сказал Prady. Которые меняют разбитые стекла. Вот видите, еще даже остались. Сняли фанеру. И меняют сейчас стекла на новые. Все, можно больше ничего не снимать. Я вам все показал в одном кадре. Эти работы, которые я снимал, их уже скоро не будет. Это такой самый настоящий стрит-арт. Который проживет очень короткое количество времени. И скоро будет демонтирован. Как большинство витрин. Но вот здесь вот интересные таблички. Я уж не знаю, с чем это связано. Написано, не занимайтесь вандализмом с BLM. То есть люди, которые потворствовали вандализму в районе. Просят, чтобы никто не занимался вандализмом с их искусством. Вопрос. Не много ли вы хотите, ребята? И стоит ли обижаться на то, в чем вы сами отчасти принимали участие? Наш ответ коронавирусу. F.U. Сами догадайтесь, что это значит. Магазин уже во все работает. А где-то уже делают ремонты. И тоже скоро будут работать. Ну вот всего месяц получается. От беспорядков и разгрома. До того, как все это стало вставать на ноги. Все быстренько. Ну что, Малборис 30 снова с нами. Я бы тоже ее перекрыл бы к чертовой бабушке. Не знаю, почему они до сих пор еще этого не сделали. Потому что в итоге здесь вообще парковки нету. И теперь все будет заставлено столиками. Что правильно. А между ними вот так вот будут тесниться машины. Что совершенно неправильно. Улицу можно прекрасно объехать со всех сторон. Поэтому к нашим властям вопросы задавать бессмысленно. С ними уже давным-давно все понятно. Но здесь было бы клево. Если бы все перекрыли, было бы просто отлично. Поставили бы еще деревья по центру. Была бы уютная, отличная улица. Со столянскими ресторанами. Со своей атмосферой. Можно бы вообще ее оставить так навсегда. Еще и зелени высадить. Человек замеряет расстояние между столиками. По-моему, единственный, кто серьезно относится к происходящему. Открылись даже туристические сувенирные лавки. Но из-за отсутствия туристов они теперь бросаются на всех прохожих с камерами. Прям зазывают внутрь, улыбаются. Ну, те, которые выжили, конечно. Тут, смотри, выжили не все. Но в лавке работают, все нормально. И тут же вон ходят китайцы, которые продают поддельные часы. Роликсы. Тоже бизнес вернулся. Город приходит в себя потихонечку. Ну, про пробки я вам уже говорил. С пробками все окей. В сторону туннеля. Пробень такая через весь Манхэттен стоит. Ну что, Чайна Таун уже приобрел свой практически привычный вид. Большинство заведений открылся. Они тоже долго тут держались. Но, наконец, начали, по-моему, работать почти-почти все. То есть, в принципе, если рассуждать про город как туристическое место, то, наверное, сейчас уже можно в него начинать ехать. Может быть, даже сейчас очень хороший момент для того, чтобы поехать в Нью-Йорк. Потому что еще пока туристов нет, с ними дефицит. Наверняка еще относительно низкие цены в отелях из-за этого. Но при этом можно уже в Нью-Йорк начинать погружаться. Потому что Нью-Йорк без людей с заколоченными витринами – это, в общем-то, и не Нью-Йорк. Делать здесь совершенно нечего. Ну, кроме как увидеть картинку с неким апокалиптическим привкусом. А вот сама жизнь города, она только-только начала возвращаться. Это уже люди, сидящие у парикмахерской. Они уже работают. Кстати, прикольно работают. Смотри. Да, у себя, да? Да. Да, но это нормально. Да, это нормально. Мне такая сразу – no, no, no. Да, все уже. Работают, видите, за шторками. Это, конечно, сильно. Это вот просто no comment, как есть. Chinatown. BLM. Можно в окно посмотреть, как работает почта. Тоже все затянуто пленкой. И тоже работают в масках люди. Двухэтажный туристический автобус без туристов. Вообще непонятно, кого он возит. Я подразумеваю, что он ездит как рекламоноситель. Просто и зарабатывает деньги таким образом. Потому что туристов на нем я не вижу точно. Если им можно занимать места парковочные под столики, то почему нам нельзя, сказала лавка и заставила все овощами. Полицейское управление. Полисплаза 1. Все забаррикадировано, но копов нет. Все, в заборчиках. Вечером вчера я здесь проезжал. Они тут были в боеготовности. А сейчас тихо и спокойно. Я думаю, будет веселее. Сейчас пойдем посмотрим и протестующих. Ну вот и центр нынешних протестных мероприятий. Пространство перед Сити Холлом. Сначала они заняли парк. Но, судя по всему, из парка их вытурили. И теперь они занимают все пространство вокруг. Сейчас пойдем посмотрим, что происходит сегодня. Протесты продолжаются до сих пор. Уже прошла третья неделя. Уже четвертая неделя. С момента всех этих беспорядков. Но они начали потихонечку менять формат. Если раньше протестные были сплошные манифестации, марши, стояние на площадях, то теперь это вылилось вот в такую картину. Все немножечко притомились ходить. Жарко уже в городе. Под тридцатник температура, влажность. Поэтому народ из... Из акций таких мобильных перешел к стоянию. Ну, тут хорошее место для протестов, потому что прямо вот за этим зданием, где я проходил, находится управление полиции города Нью-Йорка. Здесь находится манхэттенское муниципальное здание, где сидит куча чиновников. И справа, с той стороны, находится мэрия. Ну, то есть это самый центр, это административный район, поэтому вы всегда будете на виду. Ну, а дальше все это, видите, организовано так, что вам нужно одеяло, их есть у нас, вам нужна еда, вам нужна вода, вам нужно все, что угодно. Мы вас поддержим, мы вам поможем. Туалетная бумага, продукты для менструации, простите за подробности. Ну, вот так все мило, ходят, мороженое предлагают, сидят, столики, собирают подписи, угощают едой, разбирают еду, закуски, привозят пиццу, даже сортируют мусор, рейсайкл, бумажное отдельно и так далее. Какие-то ухари пытались меня просить не снимать, но я даже ничего им не стал отвечать. Это какой-то уже просто перебор с требованиями. Оккупировать проще в центре города, а потом просить, чтобы их не снимали. Идите нафиг, ребята. Вы имеете право противставать, я имею право снимать. Причем как-то выборочно все это. Ну, вот прямо здание из стихова. Вот оно, с забором. И все пространство вокруг, оно занято протестующими. Здесь вход в метро, вот здесь же вот. Ну, вот они сидят с плакатами, они сказали, что они будут здесь протестовать ровно до того момента, пока не будут выполнены их требования. Но требования, я не знаю, в каком масштабе они собираются. У них основное требование программы максимума, это вообще распустить полицию, что, ну, как бы даже обсуждать не буду. Программа минимумов, которой они, скорее всего, достигнут, это сократить финансирование полицейских. Ну, сейчас еще идет речь о том, чтобы у полиции Нью-Йорка отрезать 1 миллиард из 6. Бюджет полиции Нью-Йорка 6 миллиардов. Хотят на миллиард сократить. Теоретически могут, конечно, с учетом того, что им начали потакать, вполне возможно, что их требования будут выполнены. Тут же еще вход на Бруклинский мост, и можно сюда приходить из Бруклина, что-то уже удобно логистически. Ну, называется все это Occupy City Hope. Оккупируйся City Hope. Вот мне нравится призыв «Нет, тюрьму». Прекрасный призыв. Великолепный. Расскажите мне только, как без тюрьм-то жить. Как жить без полиции, без тюрьм, без всего этого. Я с радостью на все это подпишусь, если вы меня убедите. Марксистки-феминистки и серпы-молод. Я не знаю, что сказать. Этим людям. Все это называется зона, свободная от полиции. Любой полицейский, который сюда заходит, на него сразу начинают кричать и говорит «Вали отсюда». Показывать ему факи. Вот с той стороны стоят, в City Hall, в парке стоят полицейские, но им периодически тоже прилетает от публики. полиция идет мимо парка. Да, просто коп прошелся мимо. Уже крики, блин. Ход на станцию метро сейчас выглядит вот так. Это лифт, на котором спускаются люди. А вот там вот лестница, которую можно спуститься вниз пешком. Вот с таким душком у нас сегодня главные достопримечательности города Нью-Йорка. С такими вот лозунгами. Может, даже и хорошо, что туристов пока нет. Мэрия Нью-Йорка еще с 11 сентября, со времен 11 сентября, оцеплена так, что тут на пущенный выстрел не подойдет. От хода входит единственная женщина, которая призывает уволить Деблазио. Полностью с ней согласен. Полиция охраняет. Парк перед Сити-Холлом, который они изначально пытались захватить. Но из парка их выкурили. Видимо, не хотят допустить того, чтобы они туда проникли, чтобы потом с насилия не применять. Вон за углом стоят велосипедные войска Нью-Йорка на готове, если что. Ну, вот видите, манифестанты там сидят, но их никто не трогает. Но на всякий случай усиление в районе введено. Тут же даже автозак стоит нью-йоркский, автобус, на котором арестованы ходят. Видите, написано коррекшн. В общем, все готовы, если что. Полицейские в парке сидят просто за каждым кустом. Это как минимум реально смешно. Такой, раз за дерево заходишь, там человек стоит. Раз за следующий. За урну заглянул, там тоже человек стоит. Собиратель бутылок нашел упаковку с витамин водором, Такая сладенькая водичка. И выливает содержимое. Упаковка полная, пить он это не хочет, а бутылки можно сдать. Поэтому он их кладет на решетку вентиляционную и выливает из них эту жижу. Жарко, вечер. Народ выходит. Кто на улицу, а кто на пожарной лестнице. Насладиться вечерком. Тут ближе к вечеру ночная жизнь просто бьет ключом. Заходишь в баре отдохнуть, не отдохнешь. Народ, конечно, от безработицы уже просто не знает, куда себя девать. Посмотрите, что творится на улицах. Просто квартал за кварталом. Везде играет музыка, везде тусят люди, алкоголь, наркотики легкие, видимо, рифуаны. Все, что угодно. Бар на вынос работает. Вот это вот все продают на вынос коктейля. Офигеть. Социальная дистанция. Даже собаки разворвались. Да, вилочи, конечно, пошел в отрыв. Ресторан Одесса. Что-то тихо здесь. В Одессе. Сейчас увидим, что за углом будет такая же картина. Ну да, мелкие моталки. Город, один большой бар. Шли по Нью-Йорку, гуляли с Бадиковым, зашли в Томпкинг Сквер Парк. Тут картинка привычная, куча полиции, гуляет народ. А вот дальше началось. Совсем не то, что я ожидал увидеть в парке. Сейчас придется ставить другую музыку, потому что здесь играют всякие хиты. Но все, что происходит, вы поймете и без слов. Поехали. КОНЕЦ 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 Гей-парад в этом году отменили. Отменили официально. Народ все равно собрался. Типа с соблюдением всех социальных норм. Ну да. Ну да. Почти. Все куда-то побежали. Что-то там случилось. Да здравствует социалистическая революция. Что-то там случилось. Полиция еще бежит. Судя по тому, что вот там чувак сидит, которому промывали глаза от газа, видимо, был какой-то эксцесс с полицейскими. Слезала сразу толпа народу. С мероприятия, да, вот там стоят полицейские. В шлемах, касках. И все сейчас силе сразу же перекрыли улицы. Стоят подняв руки. Кричат, не стреляйте. Активисты начинают бегать. Подтягивать силы. В общем, обстановка резко накалилась. Как только я пришел, сразу началось. Ну вот полицейские уже со всех сторон. Уже одевают шлемы. И там, похоже, судя по ударам, пошли громить полицейскую машину. Ну, е-мое, что сейчас опять все будет? Повторение. Хотя битвы геев с полицейскими у нас еще не было. Ну, точнее, была 51 год назад. Сегодня же годовщина бунтов Stonewall Inn. Знаменитых гей-бунтов. Я чувствую, сейчас достойно будут они отмечены. Вроде рассосалась. Имперские штормовики. Ну, вот началась заваруха уже с полицией. Копов оттеснили. И теперь народ пошел с ними противостоять. Это были медики мобильные. Ну, все, видите. Тактика такая же. Народ просто садится на тротуар, перегораживает дорогу и начинает кричать. Мы нужны больше людей! Мы нужны помощи! Нам нужны белые люди для протеста. Вот так вот запаркуешься на такой улице, а тебе на крышу залезут. Так, бутылочки полетели. Так, бутылочки полетели. Так, бутылочки полетели. Ну всё, вроде все паралии расходятся. Битвы не случилось. Я не слышу тебя. Влад, дай тебе перезвоню. Сейчас тут самый замес будет. Ну, основная толпа разошлась. Но, видите, самые пёртые остались здесь и сюда же подтянули подкрепление полицейское. Теперь все стоят, кричат. На всякий случай убрали машину, чтобы её не раздолбали. Так, полиция начинает идти обратно. Но битва геев с копами, это было бы как минимум красиво. Народ, конечно, хочет крови, блин. Кефестующие победили. Полиция свалила. Даже не разбили ни одной машины. Молодцы! Ура! Пошли туда. Я думаю, что там сейчас будут орать. Ну, в общем, вот такой сегодня гей-парад. С привкусом протестных маршей. Весело, короче, у нас тут. Всё, они теперь туда не пускают полицейских. Остались стеной. Он продолжал отсюда. Оп Texas. Парк Фрингам. Он Baptistaines. Пробавил имп Andre Бова. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь, конечно, просто уличная вечеринка Со всех сторон толпы Народ танцует Толпы мужские по понятным причинам Ну, в общем, праздник это хорошо Насилие это плохо Но тут вообще одна гигантская вечеринка уличная У каждого бара толпа людей И здесь толпа людей И здесь толпа людей И со всех сторон толпа людей Через дорогу идет толпа людей Ну, в общем, так это все выглядит Конечно, немного жалко, что не случилась битва Между полицией и французститами Это было бы эпично Но я за радость и любовь А не за насилие Так что, в общем, все закончилось хорошо Все, народ пошел отдыхать, веселиться и праздновать Гей-парад отменить нельзя Ну и в конце концов пошел дождь Сейчас он все смоет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот пришел дождь и смыл весь гей-парад Все протесты, всю полицию И вообще все Все быстренько спрятались под навесами Ну и совсем какие-то отчаянные люди Ну или любители мокнуть Просто бродят уже Даже не пытаясь Не намочиться Было бы очень странно, если бы после всего сегодняшнего на небе не появилась радуга Даже не одна радуга, а две радуги, двойная, дабл Через все небо Сейчас откуда-то из Нью-Джерси Она будет через весь Манхэттен идти ЛГБТ и злоучатели включились Все Нам не спастись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok